В Великобритании журналисты грозят забастовкой из-за разницы в зарплатах у мужчин и женщин. Ранее телекомпанию BBC обвинили в том, что большинство самых высокооплачиваемых звезд там мужчины. Теперь к скандалу присоединилось и крупнейшее издание. Больше расскажет Алексей Пшумырский. Журналистки самого известного экономического издания в мире Financial Times против экономии на своих зарплатах. Сотрудницы газеты заявили о гендерном неравенстве в компании после того, как выяснилось, что их коллеги-мужчины в среднем получают на 13% больше. При этом топ-менеджеры и редакторы преимущественно тоже мужчины с зарплатой от 80 тысяч фунтов в год. Ранее зарплатный скандал разразился и в крупнейшей британской телекомпании BBC. Оказалось, что две трети самых высокооплачиваемых сотрудников там тоже представители сильного пола. При этом звездным экраном мужчинам BBC платит в среднем в 4 раза больше, чем женщинам. К примеру, бывший ведущий автомобильного шоу Топ Гир Крис Эванс получал больше 2 миллионов фунтов в год. А вот ведущий самого популярного шоу для женщин Бритиш Сьюэн Би Клаудиа Винклман платили только 500 тысяч. Однако проблема существует далеко не только в СМИ, говорят сами британцы. Это проблема всей страны, и думаю, в ней виноваты те, кто стоит у руля подобных компаний. А вы лично как женщина сталкивались с этой проблемой? Да, каждый день, постоянно. Но я уверена, чем больше мы будем говорить об этом, тем больше людей начнут задумываться и что-то менять. Думаю, главная причина в том, что долгое время в нашем обществе не считались с правами женщин. Нам самим нужно кардинально пересмотреть свое отношение к правам мужчин и женщин. Эта проблема намного глубже, чем тот факт, что Крис Эванс получает гораздо больше, чем звезды телеэкрана женщины. В BBC пообещали уравнять зарплаты, но лишь к 2020 году. Неравноправие в оплате труда в эту среду обсудят в профсоюзе журналистов Великобритании. Тем временем сотрудницы Financial Times уже пригрозили забастовкой и заявили, что попросту не смогут писать о гендерном равенстве, пока начальство не пообещает привести к общему знаменателю оплату труда. К ним из солидарности обещают присоединиться и коллеги-мужчины. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok